Объяснительное Там кинофестиваль в Ницце И туда приезжают все Скандалы, интриги, расследования Кто там, кого полюбил Красота какая Разошлись, ну и так далее Все эти вот тонкости Что нужно сделать? Как проходит рубрика Объяснительное? А сейчас мы Включаем запись Из спасательной тематики слово будет загадано 9-2-4-0, ждем ваши варианты Это вещество, основной компонент Кислотных дождей Жизненно необходимое средство Для человека В газообразной форме оно может вызывать Тяжелые ожоги После кислорода самое необходимое вещество для человека Последствием попадания этого вещества В желудок может стать усиленное Потоотделение, а в случае большой Дозы и рвота У нее есть память, при случайном вдыхании Его не исключен летальный исход Самое чистое Находится в Финляндии Человек состоит на 60-65% Из Без нее и ни туды, и ни сюды Итак, из какого жизненно необходимого для человека Средства состоят кислотные дожди, вызывающие усиленное Потоотделение в Финляндии 9-2-4-0, ждем ваши варианты Радио Минск Пояснительное Вторая часть рубрики «Объяснительное» у нас называется «Пояснительное» Не так давно мы включали запись того, как наши друзья из МЧС города Минска, наши друзья-спасатели Описывали одно слово Слово, связанное с их профессией И есть слушатель Сергей, который его первым правильно распознал Сергей, доброе утро Доброе Сергей, тут довольно-таки сложные были описания поначалу, но вы как-то распознали, причем очень быстро Сергей, что это за слово? Губит людей не пиво, губит людей вода Вода, верно Как вы так быстро догадались, после какого определения? Вряд ли после кислотных Вы знаете, после второго, но потом начал сомневаться, потому что постепенно объяснения все усложнялись и усложнялись Ага, но вы рискнули? Ну мы рискнули и в конце объяснения убедили, что это правильно Ну вот, это хорошо, что рискнули Сергей Я даже тогда уточнял, вот у дамы, которая объясняла, говорю, это вода, да, вода, душ, и там все эти вещи, ожоги какие-то, страшная вещь вода Сергей Вот, собственно, на этом объяснение и начал сомневаться Вот мы тоже, мы вначале подумали, что может быть не то слово объясняют, но оказалась действительно вода Сергей, вы на один шаг ближе к пригласительным, вот, сейчас нужно будет дать правильный ответ на наш дополнительный вопрос, но там будут подсказки Там будет три варианта, вам нужно будет выбрать верный Вы знаете группу Red Hot Chili Peppers? Да Так вот, у них там есть два приятеля таких в группе, это вокалист Антони Кидис и басист Фли, будем его так называть Знаете этих людей? Знаем Ну, не лично, я так понимаю, но вы видели, наверное, на фотографиях там, да? Так вот, они со школьных времен вместе, и вот они принимали одни водные процедуры Так вот, какими водными процедурами в юности они увлекались? Есть три варианта ответа Прыгали с крыш зданий небольших в бассейны, это первый вариант Тайно стирали чужие вещи Кичемуровцы из Калифорнии, ага Это второй вариант И занимались греблей на байдарках и каноэ, выступая в Олимпийской сборной США 1984 года Ну вот, они такие... Как думаете, что, вот давайте пока, что вам ближе, кажется, всего? Интересные варианты все Да Кроме стирки, наверное Хорошо, тогда исключаем стирку Остаются, прыгали с крыш зданий в бассейны и занимались греблей на байдарках и каноэ, выступая в Олимпийской сборной США 1984 года Очень прикольно, особенно учитывая хулиганистый характер наших героев Предположить, что это были прыжки из крыши Ну и правильно Правильно сделали, да, действительно, любили они разбежавшись, так сказать, прыгнуть, но не со скалы, а с крыши в бассейн Ну вот, и, кстати, для Интони Кидиса это однажды даже не очень хорошо закончилось Да, он позвоночник сломал, вот в книге, в автобиографии описывал это, ну, довольно так глубоко Можно прочувствовать все прямо эмоции человека А вот жил бы Интони Кидис в Минске, вот отправился бы на Перетту, Бал в Савое Мы, Сергей, вас поздравляем, пригласительный ваш Спасибо большое Оставайтесь на линии, расскажем, как забрать его Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!